Хочу порекомендовать вам свой видеокурс по верстке, где мы будем изучать html и css. Курс рассчитан для самых начинающих. На странице с курсом вы можете все подробно прочитать, посмотреть трейлер, увидеть что мы будем делать, каких результатов вы достигнете. Курс доступен в телеграм-канале и на Udemy, поэтому сами выбирайте какой способ для вас обучения более интересный и удобный. Ссылка в описании, ознакомьтесь со всей информацией и если этот курс для вас, то можете его приобретать. Сейчас мы будем верстать раздел с вот этими иконками. Здесь у нас что-то вроде услуг, которые предоставляются и этот раздел очень похож на предыдущий, он даже проще. Здесь нету вот этих вот ссылок с социальными сетями например, которые мы там отдельным блоком прямо верстали. Заголовок у нас уже есть, нам нужно будет только заменить его цвет текста, сделать немного другие отступы и иконки подключать также нам уже не придется, потому что они у нас есть. Я скопирую вот этот вот фрагмент кода для того, чтобы намного все быстрее сделать. Вставляю его вот здесь и теперь нужно поставить все закрывающие теги div, которых здесь у нас не хватает. Div для контейнера закрываем и div для самого нашего главного элемента. Проверяем и теперь везде слово team заменяем на соответствующее нашему новому разделу. Удаляем и я здесь пишу provide. Вот этот div с иконками тоже удаляю, потому что его у нас не будет. Вместо изображения вставляю нужную нам иконку, копирую ее с кода немного ниже, который мы заранее уже подготовили со всеми нашими иконками и теперь provide.item нам нужно сделать еще два таких раздела. а здесь для blockhead мы добавим еще один дополнительный класс, чтобы с помощью него можно было изменить стили именно для этого раздела. Я добавлю здесь класс inverse. Можно было в принципе этот класс не добавлять, а указывать css-селектор для blockhead, который находится у нас внутри класса provide. Тоже в принципе работать будет, но здесь уже сами смотрите какой вариант вам больше нравится. Копирую item еще два раза и теперь нужно заполнить весь текст в соответствии с макетом. Также здесь требуется перенести все иконки наши, которые будут соответствовать. Копирую весь текст и переношу его вот сюда в наш html документ. Я выделяю весь html код, нажимаю alt x и переношу вот сюда в css наши коди. классы. Указываю здесь комментарий и переношу цвет для наших заголовка и текста вот здесь вверху нашем верхнем разделе, который находится внутри inverse. Смотрим, что у нас получилось сейчас. Видим, что цвет у нас применился, но надо поставить цвет фона. Давайте его выберем с помощью пипетки, нажимаем. У нас в буфер обмена копируется нужный цвет. Вставляю его вот здесь, background color для provide, устанавливаю цвет из буфера обмена. И мы видим цвет у нас применился. Видим, что здесь достаточно большой padding у нас и для inverse выставляем следующие значения. Мы ставим padding top 176, потому что в этом разделе он у нас чуть чуть больше, чем в предыдущем. Но у нас здесь сейчас почему-то слишком огромный padding, даже невооруженным взглядом это видно. Посмотрим, как мы писали ранее. И видим, что здесь padding top мы устанавливали для заголовка title. То есть нам нужно этот код перенести вот сюда в блок title. А для inverse padding выставлять не нужно. И теперь мы видим правильный padding у нас выставился для этого заголовка. И сейчас оформим все остальные наши элементы. Для provide item title вставляю свойства текста для этого заголовка. Шрифт копирую немного выше. И то же самое делаю для вот этого текста. Копирую с нашего шаблона. Шрифт указываю так как он у нас здесь в css указан. line high убираю. И теперь у нас текст уже настроен так как требуется. Merging ставлю 0 сразу для title и текст, потому что это заголовок и тег p, у которых есть этот Merging по умолчанию. Он нам не нужен. Для provide inner ставлю display flex, чтобы наши элементы встали по горизонтали рядом с друг другом. А для provide item, тег i, я выставляю здесь цвет белый, потому что иконки у нас белого цвета. Просто для provide item выставляю текст align center, чтобы весь текст был по центру в каждой нашей иконке. Также здесь выставляем в font size 63 пикселя в соответствии с высотой максимальной нашей иконки. Теперь выставим вот этот вот круглый контур вокруг иконки. Поставим для иконок ширину и высоту 172 пикселя. Добавим border. Пусть будет 5 пикселей solid белого цвета. И border radius ставим 50%, чтобы получился у нас круг. Видим сейчас немного сплюснутые иконки наши и сейчас мы это пофиксим. Поставим display flex и justify content center. Также добавим align items center. Align self я здесь уберу, который я попробовал поставить. И видим сейчас, что у нас стали нормального круглого размера наши элементы. Также font size сейчас я раскомментирую. и поставлю merge 0 after. Видим, что теперь у нас они встали обратно по центру и выглядят правильно, так как и должны отображаться. Теперь настроим этот размер сверху от иконок наших. Для provide inner мы сейчас поставим padding top. 138 пикселей. Видим этот отступ у нас появился. Теперь снизу от иконки до заголовка у нас 43 и чуть ниже 31. Поэтому ставим margin bottom 43 от иконки. Или же добавляем его вот здесь в наш общий margin. А margin bottom можно стереть. Также для нашего заголовка ставим margin bottom 31. и снизу у нас 155 пикселей отступ. Поэтому я его поставлю в наш общий раздел provide. Я поставлю здесь padding bottom 155 пикселей. И видим у нас это расстояние снизу сейчас появилось. Также видим, что наши все элементы имеют ширину 335 пикселей. Поэтому для provide item поставим максимальную ширину 335 пикселей. Теперь они у нас сейчас отображаются все слева. Нам здесь нужно выставить для provide inner justify content space between. И между ними появятся небольшие расстояния как на макете. Сейчас мы видим, что между ними есть небольшие расстояния и они не прилипают друг к другу. Мы сверстали этот раздел. Он был очень простой. И в следующий раз мы будем уже верстать наш раздел с формой. Продолжение следует... Продолжение следует...